Добрый день, уважаемые журналисты! Наша сегодняшняя пресс-конференция посвящена акции «Музейная весна Татарстан-2014». Разрешите представить вам участников нашей пресс-конференции Аюпова Ирада Хафизиановна, первый заместитель министра культуры Республики Татарстан. Назипова Гульчачак Рахимзиановна, генеральный директор Национального музея Республики Татарстан. Барабанова Екатерина Андреевна, заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму. Райхштадт Антон Олегович, заместитель директора по развитию выставочной деятельности в взаимодействии с общественными организациями и СМИ Казанского Кремля. Итак, начнёт нашу пресс-конференцию Ирада Хафизиановна. Пожалуйста, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги! Вы знаете, наверное, самое главное, что останется после 2014 года, и надеемся, что останется в памяти наших жителей республики, гостей республики. Это та насыщенная культурная жизнь, тот насыщенный культурный календарь, который мы хотели бы предложить всем тем, кому не безразлична культура, искусство, традиция, наследие нашей республики. Действительно, я очень часто шучу, говорю, что если посмотреть, сколько сокровищ, стоимость сокровищ, которые хранятся в музеях нашей республики, то, наверное, это сопоставимо с объёмами солидного банка. Особенностью является то, что с каждым годом стоимость каждой единицы хранения, она не падает, а только увеличивается. И ещё больше радует, что благодаря поддержке президента республики Татарстан, благодаря проекту, который реализует первый президент республики Татарстан, количество музеев в нашей республике не сокращается, а увеличивается. Мы создаём новые музеи, создаём новые площадки. Сегодня в республике Татарстан 129 музеев. Из них 13 государственных музеев с филиалами в количестве 32 единицы, 49 муниципальных музеев с 35 филиалами. Естественно, большая часть музейного фонда, так уж это заведено, хранится в Национальном музее республики Татарстан. И мы, к сожалению, в силу того, что не обладаем большим количеством площадей, над этой задачей мы работаем, но тем не менее, на сегодняшний день лишь незначительная часть коллекции задействована в активном показе. Это составляет порядка 10-12% в год. Это весь тот объём, который мы можем показать нашим посетителям музеев. Хотя практически в 2013 году у нас по количеству посетителей составило практически 3 миллиона человек, 3 миллиона гостей наших музеев, посетителей наших музеев. Тем не менее, это не предел. Это не предел. Почему? Потому что, с одной стороны, конечно, есть такой условный показатель, какой процент жителей должен посещать, у нас есть это обозначено в дорожной карте. Мы должны прийти к тому, что 90% жителей, что общее количество числа посещений музеев должно составлять 90% от числа жителей в том или ином регионе. Но мы с вами прекрасно понимаем, что музей — это то место, то учреждение культуры, которое ориентировано прежде всего на гостей региона, на туристов. Потому что это та площадка, где профессионалы своего дела, люди, которые, в принципе, не первый год работают в этой отрасли, они готовы пока продемонстрировать всё то богатейшее культурно-историческое наследие, которое есть в нашей республике. Не только путём демонстрации каких-то артефактов, реальных вещей, но и, конечно, у нас сейчас очень модными становятся в том числе виртуальные такие экскурсии, интернет-показы, мультимедийные какие-то экспозиции. Музеи развиваются, и в этом году мы впервые инициируем такой проект «Музейная весна Татарстана» 2014 года. Сегодня день, когда стартует эта акция. Конечно, если положить руку на сердце, вот здесь вот у меня лежит положение о проведении межмузейной акции, и здесь есть такая официальная абсолютно фраза, что главная цель акции – укрепление музейного сообщества, формирование прочных партнёрских отношений между музеями и развитие музейного дела в республике. На самом деле, самая главная цель, самая главная задача вот этой акции – это расширить представление о наших музейных коллегах, о возможностях музеев, сделать экспозиции более привлекательными и интересными, показать, что музейное пространство – это не только место такое, ну, скажем так, сакральное какое-то, куда люди пришли, посмотрели, вот на какие-то артефакты и ушли. Это, прежде всего, это место для коммуникации, коммуникации между людьми, между конкретными людьми, между сообществами, между разными поколениями. Поэтому очень большое количество акций, оно посвящено именно, мероприятия, оно посвящено именно созданию вот этих околомузейных сообществ, людей, которые очень близки к истории культуры и которым интересно то, что демонстрируется в музее, но, с другой стороны, они могут нам подсказать, куда нам дальше двигаться. Не случайно партнерами, главными организаторами этого проекта являются, ну, понятно, Министерство культуры, интересы которого я сегодня представляю, но и, безусловно, Общественная палата Республики Татарстан и созданная у нас в Республике Ассоциация музеев Татарстана. То есть мы готовы к диалогу, мы готовы к коммуникациям, мы хотим, чтобы мы стали интереснее, потому что очень часто звучат, в том числе и нарекания, ну, непонимания, особенно от людей, которые редко бывают в музеях, они говорят, а что там, там же скучно. На самом деле мы попытались сделать мероприятия, которые пройдут в рамках этой недели, нескучными, чтобы они были интересны самым разным людям, самыми разными интересами. И как гостям Республики и Казани, так и, конечно же, жителям. Более подробно, конечно, у нас расскажет Гошичак Рахимзянамна, но, тем не менее, я очень прошу вас, уважаемые журналисты, даже наши дорогие партнеры, мы очень надеемся, что с вашей помощью, если вы и проинформируете жителей Республики о том, что будет происходить в рамках этой недели, и, с другой стороны, сами постарайтесь осветить те события, те мероприятия, которые наиболее будут интересны вам и близки вам. Мы очень рассчитываем на вашу вот эту помощь, потому что, даст Бог, а Лабер-Сай, это все-таки не в последний раз. Мы надеемся, что на будущий год мы продолжим это начинание, и важно его очень хорошо и грамотно начать. Спасибо вам большое. Спасибо. И слово передается Гошичак Рахимзянамне. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Действительно, мы впервые проводим такую широкомасштабную сетевую акцию, объединяющую музейную сеть всей Республики Татарстан. И мы от сердца, от души благодарим всех тех музейщиков, которые все-таки, несмотря на то, что это впервые, и не зная, что это такое, но активно принимают участие в музейные акты. На сегодняшний день больше 50 музеев Республики принимают в этой акции, заявили о своем желании принять участие в этой акции. Особенно хотелось бы подчеркнуть, что среди них есть и ведомственные музеи, и вузовские музеи, и даже частные музеи, которые готовы принять посетителей в течение этой недели бесплатно и проводят специально для посетителей специальные мероприятия. Все действительно очень интересные, интерактивные, это и мастер-классы, это новые выставки, это встречи со знаменитыми, известными людьми определенного региона. Какова цель основная музейная акция? Сейчас я рада их ведь она назвала, но особенно хотелось бы вот к вам, журналистам, обратиться, и вообще к жителям Республики Татарстан. Посещайте наши музеи. Самое главное, нам хотелось в этой акции показать богатство музейного мира Республики, показать, что во всех уголках нашей, не очень, в общем, по сравнению с огромной страной, но все-таки в Большой Республике есть музеи, которые очень важны для этой местности, для жителей каждого региона. Это Ютазы, это Бавлы, это Нурлат, Мензелинск, Октаныш, Сарманово, Сабы и другие-другие. Каждый населенный пункт имеет музеи, и хотелось бы, чтобы эти музеи посещали прежде всего жители нашей Республики, поскольку именно в этих музеях хранятся артефакты нашей истории. И самое главное, вот я надеюсь, что в ходе этой музейной весны мы все-таки сможем сподвигнуть жителей Республики на то, чтобы они свои музеи знали, любили, и главное, конечно, посещали эти музеи. Еще хотелось бы подчеркнуть на важность во время этой акции активизировать деятельность самих музеев. Мы хотели бы, чтобы музеи становились ближе к людям. Многие музеи действительно работают очень инновационно, и те формы работы с посетителями, как экскурсии, лекции, они просто уходят уже в сторону. У нас просто экскурсий очень мало. Мы проводим и флешмобы, и квест-игры, ролевые игры. Мы проводим свадьбы, дни рождения. А сегодня мы акцию эту начали с того, что во многих музеях Республики проходит акция «Я гражданин России, Минтатарстан, Волосы». Вот я только что вернулась со своего музея. У нас там было вручение паспортов юным гражданам России одним из нынешних знаменитых деятелей культуры Александром Сладковским, дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, который популяризирует наше татарстанское музыкальное искусство на весь мир. И, конечно же, в год культуры именно хотелось бы, чтобы вот эти акции показывали богатство нашей культуры, богатство культуры наших народов. И вот, собственно, мы хотим, чтобы эта акция объединила музеи. Не случайно в рамках этой акции будут проходить межмузейные выставки. Вот, скажем, Национальный музей организует выставки в Лаишево, в Менделейске, в Свияжске. Свияжск сам везет к нам свою выставку, и мы будем ее открывать завтра, презентовать. То есть это действительно межмузейные связи, контакты, они у нас есть. Но нам бы хотелось, чтобы они были более активны. И из, скажем, далеких музейных коллекций пришли и в Казань эти предметы уникальнейшие. И из центра, из Казани, из крупных музеев какие-то экспонаты показывались в глубинках нашей республики. Вот мы надеемся, в этом году мы начинаем этот проект, и следующий год будет уже, может быть, второй. Мы надеемся, что это будет традиционная акция. И я надеюсь, что здесь будут постоянные партнеры, которые смогут объединить усилия музейщиков. И хотелось бы и частный бизнес активно привлечь, и пресса, чтобы здесь активно была задействована. И, конечно же, особо хотелось подчеркнуть, что мы хотим развивать туризм в республике, прежде всего внутренний. И нам хотелось бы, чтобы жители республики не только ждали, когда их там туристические фирмы организуют, а сели в свои автомобили, личные автомобили сейчас почти в каждой семье есть, посадили туда своих детей и поездили по близлежащим окрестным районам, увидели музеи. Там действительно очень интересно. И добро пожаловать в наши музеи. Спасибо. Спасибо. И слово передается Екатерине Андреевне. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мои коллеги уже подчеркнули, что они надеются, что это мероприятие будет ежегодным. Но я уверена, что оно должно быть ежегодным, потому что это действительно очень интересное брендовое мероприятие для республики Татарстан, которое мы можем продвигать по всей России, которое мы можем рекламировать по всей России. Тем более, что название, я считаю, очень удачное, очень красивое. Для чего нам для туризма нужно это мероприятие? Ну, во-первых, мы говорим о том, что сейчас в туризме одна из самых популярных, в принципе, видов туризма – это событийный туризм. И музейная весна Татарстана может быть именно одним из тех событийных мероприятий, которые позволят привлечь туристов именно в такой мерсезонье. Потому что у нас майские праздники, начинается очень высокий туризм для Татарстана, очень высокий сезон. А сейчас количество туристов, ну, поменьше. И если мы регулярно будем проводить такую акцию, если мы постоянно будем ее активно рекламировать, продвигать, то и в апреле месяце у нас будут туристы приезжать именно для того, чтобы посетить музей. В чем еще огромный плюс этого мероприятия? В том, что уже рядовый официант сказал, что, в принципе, музей считается чем-то таким классическим. А в чем огромное преимущество? В том, что в программе вы можете увидеть, что очень много, почти каждый музей предлагает каких-то интерактивных вещей. Это мастер-классы, это лекции, то есть в том, в чем каждый турист может не просто пройтись по залам, а именно принять участие. А вот такие интерактивные вещи, они пользуются все больше и больше популярностью у туристов. И это очень важно, что музеи открыты, музеи готовы, музеи могут это делать вместе с туристами. И еще одно большое достоинство в том, что не только для наших туристов из других городов России, из других регионов, а для жителей Республики Тарстан, что мы сейчас всех наших жителей призываем ехать в Болгары, Свиявский, Лабгу, но действительно в соседнем районе есть такие музеи, о которых жители и не подозревают. И этой акции, этой мероприятии мы можем открыть для наших жителей именно такие вот удивительные музеи, удивительные соседние районы, чтобы нам внутренний турпоток по территории Тарстана действительно как-то увеличить. И если мы в этом году, а я убеждена, что все удачно пройдет, то в следующем году, в последующие годы музейная весна станет одним из ярких нафах туристских брендов и нафах туристских мероприятий, проводимых в Тарстане. Спасибо. И слово передается Антону Олеговичу, пожалуйста. Добрый день. Принципом музея-заповедника Казанский Кремль всегда была максимальная открытость, не случайно. Казанский Кремль является самым открытым Кремлем в России. Он открыт 24 часа в сутки. И тот же самый принцип мы переносим и на музеи, особенно в период вот этой вот замечательной акции «Музейная весна-2014» все наши музеи станут еще более открытыми. Само собой, что музеи Казанского Кремля уже давно перестали быть таким хранилищем предметов, а стали коммуникационными центрами. Но специально к этой акции мы подготовили несколько интересных мероприятий. В частности, начну с Манежа. В Манеже уже завтра в 4 часа вечера пройдет модный показ от российско-итальянской высшей школы дизайна стиль. Там молодые дизайнеры представят свои работы. И это не случайно в Манеже, потому что именно сейчас там идет выставка замечательного фотографа Владимира Сычева. Это фотограф, который в 80-м году стал самым печатаемым фотографом мира. И он снимал для французского журнала Vogue, снимал не только модные показы, но и самих модельеров. Карла Лагерфельда, Пиксон Лорана, Соню Рикель и многих других. Так что вот эта вся атмосфера высшей, скажем так, моды, высокой моды, будет способствовать такому вот наполнению модного показа. Затем в том же Манеже 26 апреля будет мастер-класс по основам студийной фотографии. Опять-таки площадка работает и площадка наполняется коммуникационными смыслами. И там же будет интерактивная игра «Что такое музей?». Затем в Музее естественной истории также завтра будет достаточно любопытное мероприятие. Это награждение победителей конкурса «Стенгазет» в рамках проекта «Открытая книга». Казалось бы, достаточно такой, несколько изживший себя жанр журналистики, не побоюсь этого слова, «Стенгазета». Но тем не менее, если вы завтра придете и увидите финалистов, вы, конечно же, поймете, что жанр этот совершенно не изживший себя, это совершенно живой жанр, и это настолько любопытные произведения, те произведения, которые дети делали сами на экологическую тематику. Это здорово и замечательно. Кроме этого, в Музее естественной истории пройдет ряд мастер-классов, там начиная от лепки, пластилиновой анимации, заканчивая созданием работ в стиле Кандинского. В центре «Эрмитаж Казань» у нас функционирует, работает в открытом абсолютно режиме, то есть бесплатном. Всю эту неделю выставка Расима Бабаева «В поисках истины». Кто еще не был там, очень советую сходить, потому что потрясающе яркий художник. Музей истории государственности татарского народа и республики Татарстан, основная экспозиция музея работает. Также викторина на тему гражданственности, история и государственные символы республики Татарстан, и также там предусмотрен ряд мастер-классов. Ну и таким важным и знаковым событием для нас будет презентация ночной экскурсии. У нас в Казани появится ночная экскурсия, называется она «Мистическая крепость», так что в пятницу в 22 часа можно будет прийти и посмотреть, как это будет проходить в перспективе. Мы планируем ее сделать достаточно частой, но в пятницу будет такая несколько презентационная модель этой экскурсии. И музей исламской культуры, там также будет открыто для посещения на бесплатной основе новая экспозиция и выставка «Судьба народа на хрупких плечах». Она посвящена татарскому женскому движению конца 19-го, начала 20-го века. Естественно, там тоже есть ряд своих особенных мастер-классов, как то, например, «Искусство завязывания платка» или «Искусство каллиграфии», «Роспись по стеклу». Так что, наверное, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть, а еще лучше один раз поучаствовать. В общем-то, еще лучше, наверное, поучаствовать и не один раз. Так что Казанский Кремль открыт, приходите, очень ждем, вас очень рады будем видеть. Спасибо. Так, уважаемые коллеги, мы переходим к сессии вопросов. Большая просьба представляться и включать микрофон. Пожалуйста. Вопрос такой, вот жители республики и гости, как, собственно, они могут увидеть эту программу музейной весны? Где можно ее увидеть, чтобы свое время спланировать? Спасибо. Информация о музейной акции располагается на сайте Национального музея tatar-музеум.ру, а также на сайте Министерства культуры Республики Татарстан. Также можно задать вопрос по всем музейным телефонам, музеев-участников. И, собственно, на сайте Министерства культуры и на сайте Национального музея имеются контактные телефоны всех музеев-участников этой акции. Олеся Мадаревская, Женал Татарстан. Наверное, у меня вопрос, гулящик Архимзиановне, будут ли во время акции представлены какие-то экспонаты из запасников музея или какие-то редкие предметы, может быть, у села? Практически в каждом музее будут представлены редкие экспонаты. И многие лекции будут именно как показы экспонатов из фондов музеев. В большинстве музеев-участников, если вы по списку посмотрите, во всех мероприятиях задействованы именно экспонаты, как главный герой этой акции. Тем более, что лозунг, о котором мы должны говорить, коллекции объединяют. Это лозунг Международного дня музеев, который состоится 18 мая, и это следующее крупное мероприятие, оно уже общемирового масштаба. Особо хотелось бы подчеркнуть, что, скажем, Свияжск, вы знаете, что в Свияжске проводятся большие работы по поиску новых экспонатов, и они приводят экспонаты, скажем, в Национальный музей. И наши коллекции о Свияжске можно будет увидеть в залах Свияжского музея-заповедника, потому что Национальный музей исторически является хранилищем многих-многих экспонатов по истории нашей всей республики. Особо хотелось бы подчеркнуть, что во многих небольших музеях имеются такие уникальные экспонаты, которые очень важны для каждой конкретной местности, и они там будут показаны и представлены особыми специальными мероприятиями. Поэтому добро пожаловать в музеи, вы увидите новые и новые экспонаты в залах музеев. Может быть, о каких-то конкретных вы можете рассказать, которые большое впечатление по вашему мнению могут произойти? Вот я думаю, что выставка Свияжска, которая открывается из фондов Национального музея, впервые представит коллекции, посвященные истории Свияжска. Они очень долгие годы хранились практически на энтузиазме и героизме музейных работников, когда в годы советской власти церковное имущество, убранство, оно все уничтожалось и подвергалось практически гонению. А в фондах Национального музея это все сохранялось, и часть этих коллекций вы сможете увидеть, скажем, вот в Свияжске, если говорить конкретно о Национальном музее. Здравствуйте, меня зовут Мария Владимировна Харитонова, портал Интердак. У меня сразу несколько вопросов. Во-первых, у нас сейчас 2014 год, это год культуры в России, то есть как-нибудь связана вот эта акция, возможно, приурочена тоже в году все-таки культуры, и у вас есть связи, например, в Москве уже там что-то оговорено, что какие-то, например, экскурсионные туристические пути, они обязательно приедут из столиц Питера и Москвы к нам в республику именно вот на эту неделю, потому что части достаточно к нам уже ездят москвичи. И второе, кто является генератором новшеств в музеях, потому что, простите, но все-таки музей это консервы, и там сложно что-то новое сделать, что-то вот сошмобы, еще что-то, это надо бабушек сильно подвинуть, а не обидеться все-таки. Я не про вас говорю, кроме вас там еще огромнейший штат сотрудников, которые тоже должны быть согласны вот на все. Как я начала с этого, да, что все-таки у нас все мероприятия, которые сегодня проводятся, они приурочены к коду культуры. То, что касается приезда конкретно, да, поездов там из Москвы, и Питера, я думаю, что с коллегами мы в любом случае всегда на связи, и они сориентируют компании, которые работают по внутреннему, по въездному туризму в республику Татарстан на вот посещение этих мероприятий. Именно поэтому мы сегодня здесь соседи. Но интерес к республике уже и сегодня, он очень большой на самом деле, и если вы наберете в интернете там туры в Казань, вы посмотрите, что достаточно большой сегмент рынка, он работает на это. Наша задача, наверное, просто вот в рамках этой акции показать немножко музей с другой стороны, потому что туристы и так приходят в музей. Он и так сегодня приходит. Я думаю, тут больше проблема, что ходят-то в основном, как правило, туристы. А акция эта направлена прежде всего на то, чтобы пришли не только туристы, которым мы всегда рады, но еще и жители своего города. То есть я об этом и сказала, что коммуникация, извините, патриотическое воспитание, такая банальная фраза, но это правда, понимаете. Мы сегодня должны понимать, что за нами история, за каждой территорией, даже маленького населенного пункта. Здесь есть музей Ваишева, здесь есть музей Менделеевска, здесь есть музей Альметьевска. И музей это именно то место, где можно действительно наполниться в том числе и каким-то основой для своей собственной идентификации, основой для того, чтобы понимать, кто-то есть и кто-то есть в этом пространстве, в мировом пространстве. Поэтому прямого такого контакта, то есть направлять, скажем так, письма в туристические компании, мы это не делали. У нас есть партнеры, мы с ними это все отработаем. Хотя очень интересная идея, спасибо большое, мы на будущее действительно попробуем вот эти вот межрегиональные коммуникации установить, чтобы такие контакты устанавливались заблаговременно. И я, наверное, еще хотела бы сказать о том, что я бы, наверное, хотела сказать еще о том, о чем мы сегодня не сказали, что здесь есть еще одно мероприятие, которое у нас в этой неделе, оно у нас очень насыщенное в честь гостей. Вы знаете, что сегодня у нас пасхальный фестиваль, это будет два концерта в Большом концертном зале. У нас будут мероприятия в Большом концертном зале и послезавтра, 24-го числа. У нас 26-го числа – это день родного языка, и 25-го мы отмечаем 80-летие Союза писателей, будет мероприятие, очень много гостей. 26-го – это старт проекта «Казань. Культурная столица Тюркского мира». Тюркского мира тоже будет очень много гостей. Но самое важное, что вот в этой акции, то что хотя она и заканчивается, как бы, скажем, берет небольшой тайм-аут до дня музеев, для всемирной ночи музеев, тем не менее в этот день пройдет очень интересное мероприятие в Национальном музее и в Елабужском музее – это «Библия-ночь». Почему? Потому что она есть тоже у вас в тех рекламных проспектах. Вы знаете, вообще вот этот формат попытаться в вечернее время, в ночное время устроить некие такие коммуникационные площадки, опять-таки, хотя я повторяюсь, коммуникационные площадки, где можно было бы показать музеи абсолютно с другой стороны, не только как некое консервативное сообщество, но и в том, что с неожиданных каких-то сторон. Здесь, наверное, будет микс двух направлений, да, это музейное и библиотечное, потому что не секрет, что практически в каждом музее есть очень интересные, уникальные библиотечные фонды, в том числе памятники, книжные памятники, но самое важное – очень много экспонатов, связанных с теми или иными писателями, поэтами, то есть творческой интеллигенцией, с композиторами, то есть фактически мы попытаемся показать еще личность в истории, роль личности в истории. Я тоже приглашаю на эту акцию, думаю, что она будет интересна, как я сказала, и гостям, и, конечно же, жителям нашей республики, которые заинтересованы побольше узнать о своей земле. И второй вопрос. Насчет консервов. Слово «консервы» в принципе правильное, поскольку мы консервируем коллекции, которые собирались 200-300 лет назад, и это правильно, наша основная миссия – это сохранить коллекции. А что касается того, что у нас в основном престарелый коллектив, это неправда, потому что именно с посетителями работают в основном молодежь. А тех бабушек, которые вы видите в музеях в качестве смотрительницы, что же поделаешь? Мы бы, конечно, хотели, чтобы молодые, красивые ребята охраняли наши коллекции, но на сегодняшний день у нас других возможностей нет, у нас есть бабушки, и спасибо им за это. И, конечно, взгляд посетителя, вот просто когда не проводятся мероприятия, это один взгляд, а когда в музеях бурлит жизнь, это другой взгляд, и не случайно в рамках музейной весны проводятся квест-игры. Вот в Волгарском музее-заповеднике квест-игра пройдет, в Кремле у нас, в Национальном музее, в Свияжске квест-игры, даже в Мензелинском музее проходит квест-игра и флешмоб, который, видимо, объединит школьников города Мензелинка. А кто это придумывает? Кому пришла смелая идея такая в голову, что давайте... Нет, конкурсоводы... Мы поощряем. Мы поощряем. У нас есть гранты в Министерство культуры. Кто генератор именно этой идеи? Войдешь на места? Конечно же, посетители, в первую очередь. Генератор, потому что мы смотрим же, как люди приходят, на что они более отзывчиво реагируют, на что они вот так сдержанно реагируют. И поэтому, что касается бабушек, я могу рассказать, я человек в музейном деле относительно новый, и когда я пришел, мы запустили проект «Один день, один экспонат» совместно с телеканалом «Россия-1». И когда я вот предложил, говорю, давайте мы каждый день будем брать один экспонат и рассказывать историю о нем. На меня посмотрели и сказали, ну, один день, один экспонат, это, конечно, слишком быстро. Давайте хотя бы одну неделю один экспонат. Но ничего, сейчас все работают нормально. Каждый день на телеканале «Россия-1» на «Старстан» выходят эти выпуски. Каждый день мы узнаем самые разные удивительные вещи, как оказалось бы, обыденные предметы, или наоборот, необычные предметы. Так что все работает. Бабушки не на планетянке. Они поддаются... Нет, они очень образованные, интересные. Я, например, разбитана на советском, для меня это нормально. Но у нас сейчас, пардон, это прахи такие, что им кроме компьютерных игр и попрыгунчиков большим, чего не надо. Именно надо зацепить их внимание. Вот поэтому я удивилась, кому пришла все-таки в голову сломать стереотипы. Потому что это очень мудро. Но я не думала, что до такого скоро дойдут. Нет, на самом деле этого очень много. Я сама иногда, когда... Ой, извините богу ради... Бывать без тем у меня просто физически не получается. Но когда иногда мы собираем отчеты за год до Министерства культуры, я фотографии смотрю и думаю, боже мой, неужели это у нас в музеях вообще происходит? Это удивительно. Давно уже и в Елабужском музее, и в Национальном музее, и во многих музеях. Вы просто не знаете, вот почему главное... Мы проводим эту музейную акцию, чтобы вы и жители нашей республики узнали побольше нас. Касается туристов. Да, в этом году акция, она направлена в первую очередь индивидуальных туристов. То есть сейчас любой человек, который приходит в Туристко-информационный центр города Казани, он получит информацию о всех мероприятиях, ему посоветуют куда добраться, как доехать и так далее. Как мы видим это в будущем? То есть музейная весна Татарстана должна стать таким объектом, например, Сабантуй, которая на весенних выставках во всеми нашими туроператорами активно продвигается, в которых программа все вставлена. То есть на следующем году на весенних выставках, в которых мы активно участвуем, в программах наш Туруператоров, я думаю, будет также для туристов отдельная программа с посещением музейной весны. Потому что, вот вы правильно сказали по поводу того, в то, так и так и таков, Сервируемость и прочее. Действительно, сейчас для туристов у них серфин другой взгляд на музеи. Поскольку уже не такой высокий интерес действительно пройти, посмотреть на стенах какие-то фотографии, какие-то экспонаты, которым хотя и по 200, и по 300 лет, на самом деле туристу очень трудно заманить на это. Потому что всем хочется какое-то движение, хочется что-нибудь поучаствовать и так далее. Поэтому я с самого начала сказала, что самое активное здесь, что здесь какие-то есть действительно интерактивы и мастер-классы. Потому что когда слушаешь отзывы туриста, он проходит там 10 музеев, ему запомнилось, что, конечно, очень красивое здание, но содержимое музеев, к сожалению, запоминается мало. Но какой-то мастер-класс, действительно, он может платок завязать или там что-то сделать своими руками, это нам много лет запоминается, и город запоминается в том числе. И сдача на сейчас действительно музеи продвигать, и для музеев это очень большая сдача. Именно с этой точки зрения. Что-то Татарстан, это место, где очень современные, хотя и очень богатые экспозиции, но это современные музеи, где каждый турист найдет чем заняться, а не только посмотреть. И вопрос к Антону. Вы сказали, что как раз вы новичок, и когда вас приглашали с эфира в Кремль, это как раз была еще одна задумка по тому, чтобы лед тронулся. Будем надеяться. Вот, да, и у вас достаточно много интересных проектов. Есть ли у вас уже какие-то результаты именно по вашей работе, что до вашего прихода это было в таком статичном состоянии, после вашего прихода уже там повысился интерес, например, у молодежи, ну то есть у нецелевой аудитории, так называемой. Это было бы крайне нескромно говорить о результатах сейчас. Единственный результат, который я ставлю для себя, это чтобы ходить в музеи было круто. Притом круто как с точки зрения человека, который пошел в музей, вот это действительно для него круто, так и с точки зрения продукта, который мы сможем предложить ему в музее. Когда вот эти две составляющие сойдутся, тогда я скажу, результат есть. Сейчас мы работаем над этим. Но вот вы уже сейчас с Россией-1, это с Татарстанской, да? Да, да. А как насчет «Моя планета» и русско-географическое сообщество? То есть Россия-1 владеет моей планетой, есть ли с ними совместные какие-то проекты? Совсем недавно я как член русско-географического общества побывал в экспедиции на полюсе холода, и мы, во-первых, отправляли экспедицию из нашего музея естественной истории. Почему, казалось бы, из музея? Потому что музей – это место, где начинаются все открытия. И там же они, в принципе, в виде каких-то материальных ценностей остаются. Консервируются, да, или не консервируются, или просто находятся там. Все открытия, как известно, начинаются с удивления. И поэтому, когда мы приходим и видим людей с горящими глазами, которым еще не то что совершеннолетие, им еще до совершеннолетия лет 12, и вот они бегают и ходят по музею естественной истории, конечно же, это здорово. Так вот, и встречали экспедицию, мы также в музее естественной истории, передали флаг Казанского Кремля, который побывал на полюсе холода и на дне озера Лабенкор, передали экспонат зуб мамонта, у нас теперь появился еще один зуб мамонта в коллекции наших фондов. Вот, такого рода совместные проекты, они, конечно же, превращают музеи в коммуникационные центры. Конечно же, вот, чем больше таких ивентов будет, мы также из музея естественной истории отправляли в трансатлантическую регату наших фикцменов. Есть еще несколько идей в совсем ближайшее время, может быть, в ближайшие пару месяцев, такие вот знаковые отправления либо в дальние края, либо, может быть, в ближнее плавание тоже состоятся. Так что, чем меньше мы будем думать, что это нафталин и консервы, тем вкуснее будут эти консервы без нафталина. Спасибо. Еще вопросы? У меня вопрос к Екатерине Андреевне. А запланированы ли автобусные экскурсии из Казани по музеям районным? Ну, во-первых, многие музеи, они находятся на территории, куда и так постоянно есть регулярные автобусные экскурсии. Мы видим, что Свиявские здесь в этом перечне. Есть еще несколько. Нет, в этом году специально таких программ, я повторюсь, нет. Я говорю индивидуальные, сейчас туристы могут поехать. Но наша задача, чтобы в последующие годы такие именно программы были. То есть человек приезжал, как он приезжает, например, на экскурсию по литературным местам Казани. Такие у нас туроператоров есть программы. Чтобы так же раз в год наши туристы, российские туристы, знали, что есть музейная весна Татарстана и могли выбрать тот участок, тот отрезок, который ему интересен. Ну, я не российских туристов имела в виду, а татарстанцев. Ведь в продвижении внутреннего туризма внутренний потребитель, наверное, какую-то ключевую роль играет. Безусловно, конечно же. Но сейчас, вы сами понимаете, что тогда житель Татарстана, он на неделю, 21 по 27, мало кто ему может отправиться. То есть большинство жителей Татарстана может выбрать те музеи, которые он может посетить из этого списка. Потому что музей, сказали, представлено очень широко. Есть музеи на территории своего же района, куда люди не заходят, на территории соседних районов. Из Казани очень многие музеи могут отправиться. Можно я дополню? В этот раз мы немножко по-другому сделали. Мы все-таки ориентированы не на то, что человек поедет в другой город посмотреть музеи. Поэтому то, что вот говорила Гульчак Рахимзян, но очень много музейных экспозиций. На самом деле, это очень большая ответственность и большой риск. Музейные экспозиции, они у нас на сегодняшний день поедут в гости к жителям республики, чтобы усилить их действующую постоянную экспозицию. То есть в этом году мы вот таким образом. Хотя я вот слушаю вас, и очень приятно, что все то, что вы говорите, это на самом деле генерация идей. И тоже хорошее очень предложение. На будущий год действительно, если Лаперса все будет нормально, и эта музейная весна состоится, и мы все-таки пойдем на следующую музейную весну. А может, и музейный гости, и кто его знает. Мы будем заранее, заблаговременно действительно формировать маршруты. То, что вы говорите, очень верно, да, это в близлежащие районы. Но, конечно, в этой ситуации нужно будет, вероятно, сдвигать время проведения, потому что большая часть людей сможет поехать в выходные дни. Потому что в будни это маловероятно, что кто-то сможет, особенно жители республики, что они смогут вырваться с работы и специально поехать на посещение каких-то мероприятий в музее. Но предложение спасибо, очень интересно, подумаем. И у меня еще заключительная тема вопроса. Вот как работа со школами организована по этой акции? В каждом музее, практически в каждом музее, есть акции именно для детей. Особенно хотелось подчеркнуть инновации Сабинского краеведческого музея. Они организуют тут спорткомплекс «Нарад» экскурсию. И в течение нескольких дней экскурсии «Дендрарий» садинский, затем по семеноводческому комплексу. Он имеет большую известность уже во всей России, но, к сожалению, жители республики Татарстан не знают о его существовании. А мы там были, и это замечательный комплекс. И там есть очень интересная сувенирная лавка, где делают из нашего леса сувениры, именно наши. Поэтому внимательно посмотрите программу, и каждый может найти для себя какие-то мероприятия. Особо хотелось подчеркнуть, что в эти дни работают выставки, которые привезли в республику Татарстан. Вот, скажем, в Национальном музее 24-го открывается выставка турецкого картографа Перерейса. Все это, конечно, в рамках Года культуры. В рамках же Года культуры, например, в Гелабужском музее-заповеднике совсем недавно открылась удивительная выставка «Сокровище Сармат». Это, конечно, надо посетить. Она будет работать из Азовского музея-заповедника. Она работать будет всего месяц, а это выдающееся произведение мирового искусства, которое найдено, да, ювелирное золото, которое найдено в курганах при Азовских степей. Поэтому для школьной программы, для студенческой программы в музеях очень много задумано. Вот, опять-таки, о мастер-классах. Мастер-классы во многих музеях проводятся не скучно, а именно вот в виде игр. И это все, естественно, для детей. И для молодежи, для школьников, вот, скажем, в Национальном музее будет организовано вечером, после работы, после школы, можно посетить. Очень интересный у нас проект начинается. Это «Секрет успеха». Скажем, группа «Мураками» известная, да, Диляра Вагапова. Кстати, она на Международный день музеев когда-то выступала у нас, еще начинающая тогда была певица. А сейчас вот она уже как звезда будет в Национальном музее. 17-30 мероприятия начинаются. И вот затем у нас группа «Прогульщики». Это тоже интересно для школьников, интересующихся современной музыкой и так далее. То есть в каждом музее это есть. Особенно подчеркнуть, вот, Государственный музей изобразительных искусств, там очень много мероприятий для школьников. Целые программы для школьников организованы и будут проводиться в течение этой недели. Особенно хотелось подчеркнуть, во всех филиалах и Национального музея, и Государственного музея изобразительных искусств, и других музеев будут проходить специальные встречи, мастер-классы, встречи у самовара, и семейный альбом, и переодевание, и так далее, и так далее. Много форм, которые музейщики изобрели или проводят, показывают, демонстрируют в рамках этой музейной весны. Нужно вчитаться в программу и выбрать для себя очень интересно. Я согласна, что на следующий год можно действительно организовать туристические маршруты по республике. Это будет интересно. Но осенью будем проводить впервые Ночь искусств Республики Татарстан. Во всяком случае, хотелось бы хотя бы запустить один автобус по музеям, театрам Казани. Я надеюсь, может быть, мэрия поможет и поддержит. Это будет еще одна ночь, Ночь искусств, которую проводят теперь во всем мире и в России тоже, да, сплошные ночи. Но что же поделаешь, молодежь хочет гулять, а, как правило, гуляет ночью. Поэтому пусть они погуляют в театры и в музеи, в концертные площадки наши. И я думаю, от этого мы все только выиграем. Можно еще один вопрос? Вот в рамках, наверное, года культуры, да, вот в этом году, может быть, какие-то дополнительные финансирования выделяются на какие-то культурные проекты, на музеи, на театры? Просто тема как-то музеев не близка. Я сама писала даже дипломную работу про музеи, именно современные, и как-то сравнила на опыте именно Соединенных Штатов, где музей уже не воспринимается как какая-то консервы, да, какой-то традиционный, они более такие интерактивные уже, и проводят там образовательные программы и для семьи, и уже для молодежи. Там люди проводят свой, там, досуг, да. Вот чтобы вот в России это только выходит на такой вот первоначальный этап, да, только вот. И для этого требуется какое-то, ну, серьезное финансирование, потому что это не только коммуникационные программы, но и какой-то вот интерьер, какие-то экспозиции современные. Как-то вот в Татарстане выделяются на какие-то вот деньги дополнительные? Может быть, в этом году как-то вот особое внимание уделили? Если подходить с позиции выделения денег, то я хочу сказать, что на самом деле у нас, наверное, не год культуры, а постоянно там каждый год год культуры. Я действительно хочу сказать, что в прошлом, если вы помните, вот у нас, надеюсь, в этом году мы завершим на самом деле, да, то есть я не надеюсь, я знаю, что мы завершим в Аберсо опять-таки реконструкцию четырех музеев, реставрацию, реконструкцию четырех миллионов музеев, которые, это очень дорогостоящий проект, если говорить, это, значит, это музеи Горького, музеи Ленина, музеи Бератынского и музеи Толстого. Толстого, конечно, только первую очередь пройдет пока, потому что там проект более масштабный, но тем не менее, это вот то, что завершение уже финансирования, которое состоялось раньше. Тем не менее, 49 миллионов было выделено на дополнительное мероприятие Кода культуры, это то, что уже выделено, и в основном эти все мероприятия, они нацелены на укрепление материально-технической базы, это и на информатизацию учреждений культуры, и на приобретение инструментов для музыкальных школ, муниципальных, музыкальных инструментов. Есть там небольшое, вот у нас 10 автобусов уже было передано, да, учреждениям культуры будет этот процесс продолжаться, у нас есть деньги на обновление автопарка, небольшой там объем, есть у нас мероприятие, то, что касается по музеификации, да, по музейному делу, скажем так, у нас сейчас рассматривается вопрос по, для нас это очень актуально, это вопрос обеспечения сохранности музейного фонда, вопрос номер один, который стоит сегодня в республике, поскольку требования с каждым годом ужесточаются, это та программа, над которой мы работаем, и вот если на итоговой коллегии Министерства культуры республики Татарстан президент высказал заинтересованность и поддержку данного проекта, сейчас мы должны ее обосновать, обосновать все затраты, и будем двигаться и в этом направлении тоже. То есть я уже молчу про то, что огромные объемы по музеификации направляются в рамках реализации проекта «Болгар-Свияжск», культурно-наследие Татарстана, островкрат «Свияжск», «Древний Болгар», там практически каждый год создаются интереснейшие экспозиции, действительно, вот в рамках вот этого тура, который мы будем планировать, не бы хотелось, но нам уже есть что показать, то есть есть определенные первые итоги, музей не создается вот как по мгновению палочки, это все-таки это процесс, это длительный процесс, и вот базовая как бы платформа уже в «Болгар-Свияжске» создана, но это еще долгое будет развитие. Естественно, мы будем поддерживать, это предусмотрено планом мероприятия Министерства культуры, мы ежегодно поддерживаем межвыставочные проекты наших музеев, я думаю, что в этом году у нас не менее интересные будут выставки, и все в рабочем порядке, то есть если сейчас все пересказывать, это будет очень много и очень долго, поэтому понимание и поддержка со стороны государства, вопрос сохранения музейных коллекций, вопрос развития музейного, музейного дела, он находит. И в Министерстве культуры это одно из приоритетных управлений. Спасибо. Спасибо. Итак, вопросы еще есть? Если вопросов больше нет, то на этом мы завершаем нашу пресс-конференцию. Спасибо. Спасибо.